Здравствуйте! В эфире программа «Люди большого города. Бизнес-решение» в студии Алена Патрина. И сегодня тема нашей программы – омбудсмены и чем они полезны для предпринимателей. Гость нашей программы – Анна Лежнева. Анна, здравствуйте! Вы являетесь омбудсменом по предпринимательству в нашем Люберецком округе. Что вы делаете для предпринимателей? Чем вы им помогаете? Кто такие омбудсмены? Здравствуйте! На самом деле моя должность называется руководитель общественной приемной и уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области по Люберцам, Котельникам и Держинскому. Объемно? Да, объемно. Дело в том, что… Ну что такое уполномоченный по защите прав предпринимателей? Это должностное лицо, которое назначается президентом Российской Федерации. У нас назначается федеральный омбудсмен. И в субъектах Российской Федерации уже омбудсмены назначаются губернатором. Это государственная должность, и целью, и задачей которого является защита законных интересов прав предпринимателей, субъектов предпринимательства. И уже на местах, ну, в округах назначаются общественные приемные, создаются, где назначаются руководителями люди из сферы бизнеса, юристы. И эта должность является общественной, то есть она… Не оплачивается. Не оплачивается, да. Пальтруизм. Да, это общественная работа, которой я уже занимаюсь с 2019 года. Честно говоря, сначала очень, ну, как бы, я не знала, что это такое, как я буду это делать, как я буду помогать предпринимателям. Вообще с трудом сама представляла, что такое уполномоченные по защите прав предпринимателей. И окунувшись в эту работу, я поняла, что уполномоченный – это очень, очень такая существенная фигура, связующая такое звено между сообществом бизнеса и государством. То есть уполномоченный может решать, помогать бизнесу решать различные сложные вопросы, касающиеся именно в отношениях с государственными органами, с проверяющими органами, с контролирующими органами. И чаще всего приходит с разными вопросами, начиная там от земельно-правовых отношений и заканчивая даже судебными какими-то разбирательствами, в которых участвует предприниматель и, например, там орган местного самоуправления или налоговая инспекция. В этих процессах тоже может участвовать уполномоченный. Получается, ваша должность, она бессрочная. Судя по тому, что вы с 2019 года ее занимаете, сейчас уже 24-й год, вы 5 лет в этой должности. Она переизбирается или переназначается. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Почему? Потому что я знаю, что уполномоченный федеральный назначается на 5 лет президентом. Соответственно, уполномоченный, который в субъектах Российской Федерации, у нас, кстати, уполномоченным является Головнев Владимир Александрович. Точно тоже не могу сказать, с какого он времени. Но я так предполагаю, что каждые 5 лет, наверное, переиздается. Я точно знаю, что по общественным приемным там вряд ли, наверное, просто не очень так много желающих быть, вот эту общественную нагрузку нести, и нужен определенный все-таки опыт. Я думаю, что здесь это правило не действует, потому что это общественные приемные. А вот на государственную должность уже назначаются на определенный срок. Я так понимаю, что каждые 5 лет переизбирается, больше двух сроков подряд уполномоченный не может. Потом надо, чтобы другой, потом опять можно вернуться к этой деятельности. Ну, помогаторство – это, скорее всего, призвание, да? Не каждый человек вытянет эту лямку, чтобы помимо основной деятельности что-то делать, еще помогать другим. Это очень сложно. А с какими основными проблемами приходят предприниматели? Ну, в основном это налоговые споры. Очень часто бывает, что есть непонимание между налоговыми всякими предписаниями, те, которые выносятся. Очень много сейчас все автоматизировано, и человеческий фактор, вот он как бы сходит на нет. И зачастую очень сложно разрешить какую-то проблему, только потому, что сложно прийти на прием, да, куда-то. Чаще всего все через госуслуги, все онлайн. И поэтому, когда... И люди просто иногда просто недопонимают друг друга. Вот, например, ко мне обратился один раз предприниматель, ему посчитали налог не по той ставке, потому что ошиблись просто в целевом назначении земли. И... Это он документы как-то неправильно подал? Он подал нормально, налоговая ошиблась. И он хотел обратиться в суд сразу. А я ему говорю, да подождите, в суд. Я думаю, что это ошибка. А он говорит, не дозвониться, не дописаться. Я говорю, ну, напишите официальное письмо. Просто, что прошу разъяснить, на каком основании мне начислен вот такой-то налог, если у нас так-то, так-то. И он говорит, ну, хорошо, Анна, я попробую. Я не уверен, конечно. Вот люди настолько боятся, представляете. Я не уверен, что мне это поможет. Скорее всего, нам придется в суд. Я говорю, нет, вы напишите. И когда вы письменно напишите, потом уже легче общаться, потому что на словах, когда это не совсем, ну, как бы, я считаю, что понятно, потому что это все... Мне вот сказали, я говорю, а кто вам сказал? Где вам сказали? Все равно, когда обращаешься письменно, получаешь письменный ответ, вот это вот уже сказали. Вот это вот официально. И поэтому он обратился по моей рекомендации с письмом, и ему буквально в течение недели ответили, что, извините, мы ошиблись, и перерасчитали ему налог. А какое время это заняло? Ну, буквально... Ну, вообще срок рассмотрения обращений, вообще общий срок, это месяц. Вот, но сейчас практика так складывается, с учетом того, что через госуслуги очень быстро обрабатываются письма. Сейчас намного быстрее можно получить госуслугу, получить ответ на свое обращение. Поэтому мне было приятно, что я смогла подсказать, разъяснить, помочь. Что вот иногда вот даже предприниматели совершают такие вот ошибки, идут в суд преждевременно, и когда можно вопрос решить просто. Просто от незнания, непонимания каких-то процессов. А как часто обращаются предприниматели, и насколько возможно им помочь? Вот основные вопросы, по которым к вам приходят за помощью. Ну, обращаются довольно-таки часто. Просто очень много вопросов. У нас очень хорошо работает наша администрация, Люберецкого округа, Котельников тоже, Дзержинского. Поэтому очень много вопросов предприниматели напрямую решают, и чаще всего идут навстречу. И поэтому ко мне уже идут, когда вопрос не решается, когда он более сложный. Ну, вопросы, там, вопросы предоставления земельных участков, например, там, собственность в аренду, без торгов, вопросы, касающиеся, там, проверок, проверок правоохранительными органами, тоже очень такой частый вопрос. Кроме того, что аппарату полномоченного очень тесно взаимодействуют с органами прокуратуры. Есть соглашения, по которым... У вас есть такие полномочия, да? Да. Мы проводим совместные приемы предпринимателей. Ну, у нас раз в квартал получается, что Люберецкий городской прокурор и я, мы организуем совместные приемы, и иногда с участием глав также. Я считаю, что это очень эффективно и быстро решение всех задач. И когда предприниматель может не просто там письмо какое-то написать и ждать ответ, а иногда вот вживую прийти и на месте решить все вопросы. Я считаю, что это здорово. У вас какие инструменты для этого есть, для коммуникации? Я так понимаю, что люди приходят к вам, а вы потом обращаетесь непосредственно в администрацию, да? И уже задействуете того или иного чиновника, который вам раскасается. У нас есть право составлять запросы. У нас есть аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Я как руководитель общественной приемной, я собираю эти заявки, запросы. Я сама их не обрабатываю. Я передаю это в аппарат уполномоченного, и аппарат уполномоченного уже составляет соответствующие запросы и готовит, если требуется, официальный ответ на это обращение. А вот как у вас складывается коммуникация с предпринимателями? Как вы их информируете о их правах, о их возможностях? Ну, у нас есть канал уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, бизнес-омбудсмен Московской области. И там есть очень много информации. Мы информируем предпринимателей об изменениях в законодательстве, о том, какие грядут там перемены. Мы заблаговременно информируем предпринимателей о каких-то очень серьезных каких-то изменениях, которые могут повлечь определенные последствия, чтобы предприниматель мог успеть подготовиться и уже войти в это, в новое, уже подготовленным, информированным. Поэтому у нас часто проводятся вебинары. У нас очень часто онлайн, офлайн на разных площадках. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с бизнес-сообществами. С какими? Сообщество, например, «Опора России». Оно объединяет малый и средний бизнес. Сейчас стремительно растет. Я сама являюсь членом этой общественной организации. И вошла туда исключительно, будучи, занимая эту должность, понимая, что мне нужно ближе быть к бизнесу, больше с ними коммуницировать. И поэтому я увидела, как сообщество работает, объединяет людей, предпринимателей, помогает выстроить деловые связи, выстроить отношения с госорганами, в том числе и посредством наших ресурсов, наших возможностей, которые дает нам уполномоченный по защите прав предпринимателей. А сейчас мы прервемся на несколько секунд. На рекламу не переключайтесь. Мы продолжаем нашу программу «Люди большого города», «Бизнес-лишение», в студии Алена Патрина и гость программы Анна Лежнева. Вот вы сами как пришли к тому, что вы взяли и возглавили целых три округа, я правильно понимаю? Да. Ваша личная история какая-то есть? Люди обычно через какую-то личную проблему приходят к таким новшествам в себе. Ну, немножко не так было. А как? Дело в том, что у нас освободилась эта должность. У нас изначально была общественная приемная по Люберецкому округу создана, потому что общественные приемные создаются не в каждом округе. Все зависит от количества предпринимателей. И была общественная приемная в Люберецком округе, и эта должность освободилась, потому что предыдущий руководитель в силу своих каких-то там обстоятельств не смогла больше осуществлять эту работу. Действительно, нагрузка очень большая. Мне предложили эту должность, причем я... Долго думали? ...отказывалась. Я, причем, человек, который возглавлял, это моя подруга, и она знала точно, что я не соглашусь. А почему вы боялись? Она даже мне не предложила, потому что она говорит, ну, Аня, точно. И когда мне позвонили, я сказала... Мне так со словами сказали, ты точно не хочешь, мы знаем, но, Аня, ты подумай, потому что это расширит твои деловые связи, плюс ты любишь помогать людям, предпринимателям, у тебя будет возможность такая ближе. Тем более я еще практикующий юрист, вот, и тоже помогаю бизнесу как юриста, да, и поэтому у тебя есть опыт юридический, ты там располагаешь временем. Почему бы тебе не возглавить? Ну, я подумала-подумала, ну, почему бы, наверное, и не да. Как-то сильно уж уговорили, вот. И когда я уже пришла и начала осваиваться, и когда начали проводить встречи совместные с прокурором, мне прокурор Леберецкий сказал, Анна, а почему бы вам еще не расширить до Котельников и Держинского? Это как раз моя тоже юрисдикция. Мы бы с вами и там приемы проводили. Я подумала, почему бы не расширить. Я позвонила в аппарат уполномоченного, спросила, кто у нас возглавляет, Котельники и Держинские. Сказали, что там нет вообще общественных приемных, вот, так же, как и Влад Карина. Вот, ну, решили создать общественную приемную Люберцы-Котельники-Держинские. Вот тогда уже мне, моя должность стала шире. Потом мне позвонили из Лыткарина, из прокуратуры, Анна. Нам надо провести совместный прием, а мы не знаем с кем. Ближайший омбудсмен, только вы, вот, здесь, в Люберцах. Может быть, вы согласитесь у нас провести тоже прием? Поэтому я иногда еще и Лыткарина захватываю, потому что, ну, у них некому. Я уже тоже там два приема провела, совместных с представителями администрации. Да вам анаполист, я посмотрю. Да нет, просто, ну, реально жалко. Захватили всю территорию. Нет, реально жалко, что, ну, предпринимателям нужна поддержка и хочется помочь. Я, честно, из позиции все-таки помочь людям. А какими качествами должен обладать человек, который возглавляет такую масштабную должность? Наверное, наверное, надо иметь большую любовь к людям, к предпринимателям и силу, силу духа, что ли. Потому что на самом деле нагрузка большая, особенно когда у тебя есть еще свои личные задачи, еще и бизнес свой параллельно, стрессоустойчивость, наверное, должна быть. Но все это перекрывается большой любовью. Потому что когда ты вот в мир идешь с желанием, правда, помочь искренне, тогда и все получается. А есть ситуации, в которых мы не смогли помочь предпринимателям? Есть такие случаи? Обычно положительный опыт рассматривается, но всегда же как бы есть и та, и та сторона. Нет, но есть ситуации, когда у предпринимателя, например, что-то есть, действительно нарушение закона. Какие законы в основном нарушаются? По вашему опыту. Иногда, что человек действительно там, например, либо он пришел вообще с проблемой, которая к нам не относится. Например, спор между двумя хозяйствующими субъектами. У них там, они там не поделили что-то, что-то кто-то кому-то не доплатил, что-то кто-то кому-то. Вот мы в этих спорах не участвуем. Уполномоченные по защите прав предпринимателей мы можем помочь только в спорах с госорганами, с разрешением. Если предприниматель, действительно, ему там, вот эта земля ему не положена, да, вот там проиграл торги, и все было проведено в рамках закона. Ну как поможет уполномоченный, если нет здесь никаких правовых возможностей в рамках правового поля помочь? Мы действуем только в рамках правового поля. И поэтому я считаю, что в тех вопросах, где мы можем, мы работаем очень эффективно, и действительно результат от нашей работы, он есть. А у вас получалось какие-то инициативы предложить, законопроекты? Я сама не предлагала, но... Опыт такой есть? Вот когда Буцмэн мог взять и скорректировать, и изменить в сторону? Да. У нас есть такое полномочие в рамках федерального закона, в уполномоченном. Уполномоченный субъект наш, Головнев Владимир Александрович, он имеет право обратиться с законодательной инициативой. То есть на основании собранных обращений предпринимателей формируется запрос, и были такие случаи, я сейчас не скажу конкретно, что. Но такие случаи и есть, и это тоже в рамках полномочия уполномоченного. Скажите, может быть, по вашему мнению, есть законы, которые стоило снивелировать в сторону предпринимателей, где вы считаете, что они где-то не защищены? Есть такие? Я считаю, что законодательство в сфере госзакупок очень требует корректировки в сторону предпринимателей, потому что очень часто люди обращаются к предпринимателям с жалобами о том, что там, например, сроки выплаты, вознаграждения, например, такие, что приходится часто ждать, что деньги вовремя не получают. Соответственно, приостанавливаются производственные процессы, и госорган действует в рамках законодательства, то есть там есть свои пробелы, да. Есть и много других, но просто сейчас не хочу останавливаться на этом. Какие ваши ожидания по поводу предпринимательства, как оно у нас в стране будет развиваться? Чего вы ожидаете? Я считаю, что предпринимательство должно процветать, потому что государству нужны богатые, успешные люди, потому что чем больше будет предпринимателей, сильных в стране, тем легче будет и государству решать задачи. Потому что я считаю, что невыгодно никому, чтобы народ был бедным. Поэтому сейчас, учитывая, что сейчас такая обстановка, что все больше и больше сейчас люди теряют работу, потому что очень много автоматизируется, и людям сегодня нужно уже учиться быть предпринимателями. И почему ввели институт самозанятых, для чего? Чтобы была такая ступенечка, чтобы было легче перейти, может быть, в более крупный бизнес. То есть есть самозанятый, индивидуальный предприниматель, ООО. Потому что людям дали эту дорожку. Государство всячески содействует развитию предпринимательства в стране. Даже начиная от... Просто человек что-то вяжет, что-то делает своими руками, может это продать. И это легально, не открывая сложные какие-то организационно-правовые формы организации, ООО, может продать, заплатить официально налог с этой продажи и радоваться жизни. Я считаю, что предпринимательство будет развиваться. И государство этому будет помогать. И мы в том числе будем поддерживать наших предпринимателей. А что вас вдохновляет на вашей должности? Меня больше всего вдохновляет то, что у людей получается. Когда предприниматели чувствуют себя хорошо, зарабатывают деньги, когда у них процветает бизнес. И мне так хочется, чтобы у всех все процветало. Поэтому меня это вдохновляет. А как к предпринимателям к вам обратиться? Как вас найти? Общественная приемная находится в здании Союза промышленников. Там же у нас находится офис опоры России. Каждый четверг я провожу приемы с 10 до 12. Информация есть на сайте, в соцсетях, везде постоянно публикуется. Наш аппарат уполномоченного постоянно информирует об этих всех встречах. Поэтому никому не сложно меня найти, встретиться, пообщаться. Я всегда открыта и рада. Любой предприниматель каждый четверг может к вам обратиться в определенное время. И вы на любые вопросы постараетесь дать правильные законопослушные ответы. Анна, огромное спасибо, что пришли на интервью. Рассказали нам подробности по поддержке предпринимателей. Это на самом деле очень важно. А предпринимателям не бойтесь обращаться в органы государственной власти. Вам здесь обязательно помогут каждый четверг. А мы напоминаем, что вы смотрели программу «Люди большого города. Бизнес-решение». В студии была Алена Патрина, а гость программы Анна Лежнева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова